В общем, пацаны, даю расклад. Я тут такой видос запилил, такой видос, просто бомба. Про британское содружество, там всё, там один на один, там стили игры, там варианты сборки дек, игра в команде, игра от воздуха, игра от саппорта, всё на свете есть. И когда я закончил запись, выяснилось, что у меня был не включён звук. Поэтому переделать я его не буду, так что обломайтесь. Ну а чтобы вас задобрить, раз вы хотите видосов, просто-напросто продолжим обозревать турнир. Да, это скучно, да, это неинтересно, да, это хуже, чем ролик за британское, игры за британское содружество. Но ведь у вас выбора-то нет, что смотреть. Погнали. Итого, игра Greyhound Blitz War против карта и пикуды. Как бы это получше объяснить? Это самая ожидаемая игра года. Это одна из лучших... Ва-ва-ва-ва-ва... Одна из предположительно лучших игр турнира. Играют две мега-команды, это Крот с пикудой. Это просто топ-топ, топ из топов. И Greyhound и Blitz War тоже самое, это топ из топов. Есть небольшой нюанс. Greyhound и Blitz War на момент проведения турнира тренировались в регулярном режиме. А вот Крот с пикудой нет. Там сессия, там свои дела. Ну что из этого получится, мы сейчас и увидим. Я, конечно, ставил, что безоговорочно выиграет Крот с пикудой. И возможно так и случится. Кого я обманываю, вы уже знаете результаты. Но если не знаете... Посмотрите. Красная сторона. Крот, пикуда. Выбор дек. Балтика, Антанта. Мне не кажется, что это лучший выбор для этой карты. Все-таки Антанте сложно работать на разных направлениях. Их танковая группа недостаточно мощна, чтобы занять самостоятельно хотел. Балтика, конечно же, без вариантов прекрасный выбор. А вот Антанта слабовато. Именно на этой карте. Для Антанты предпочтительны короткие дистанции. Средние и короткие. Где они полноценно могут реализовывать подобранцев, а также свои мега Птуры на 24 пробития. А второй выдрит там какой-то дорогущий. С синей стороны. Ну это, конечно же, Еврик. Это, конечно же, Америка. Я так понимаю, что... Грейхавн с Блицваром. Решили взять наиболее мощные связки, чтобы победить гарантированно. Напоминаю, формат Бо-1, проигравший игру, вылетает с турнира. Безо всяких там гузербрекеров и прочей херни. А вот корот с Пикудой, конечно... Да. Ладно. Тем не менее, тем не менее, при всей слабости Антанта по-прежнему может вполне себе эффективно себя показывать на этой карте. Это далеко не самый худший выбор для работы здесь. Ну и да, выбор дек все равно сильный с красной стороны. По развертке мы уже можем судить, что основная заруба будет на Браво Индии. С синей стороны Блицвар использует верторазвертывание. Ну и по центру будет вторая группировка Грейхаунда. В свою очередь Пикуда атакует Хотел, а Крот будет рубиться на Индии и Браво. Небольшой анализ ситуации. Дело в том, что Хотел это преимущественная позиция. Она гораздо ценнее, чем Эхо, благодаря возможности флангового обхвата. И теоретически стратегия Крота и Пикуды она сильнее. Основная сложность состоит в том, чтобы организовать правильную, мощную атаку вот с этой позиции на города. Это не так просто. И главное сделать это своевременно, прежде чем противник успеет подвести подкрепление и укрепить Эхо Даталова. Сразу же развертывание через самолет для того, чтобы зареконить вертовысадку, что-нибудь сбить, что-нибудь разрядить. И все Сокола разряжаются. Крот не выключил ПЗРК. И против Хабтайгеров он уже беспомощен чуть более чем полностью. Сокола пустые. Это значит, что Индия потеряна. Очень много поинтов было вложено именно в Сокола. А вот наземная группировка вышла гораздо более слабой. Судя по тому, что Грот занимает и Индию, и Лиму, по плану был... В планах был именно ДЭФ Индии. Поэтому не самая сильная ударная группировка приехала на эту сторону. А вот противники атакуют эту зону вдвоем. Придсвар по земле Грехаунд поддерживает самолетами. Уже небольшой маячок, что парни очень сыграны. Очень хорошо друг с другом взаимодействуют. Ах... Придсвар подкрепления. Прежде чем противник накопит самолеты. И прочее, прочее, прочее. Современный пуш не оставит противнику шансов на удержание этой зоны. Грота и дела, тем временем, идут совсем плохо. Он зажался на маленьком клочке земли. Потерял всю пехоту. И вот уже команда спара высвечивает ягуары. Птур их убивает. Не быстро. Но шансов выйти из леса пока нет. Пока это минус крот. Пикуда поддерживает авиации. И это ошибка. Это, конечно же, ошибка. Здесь уже все проиграно. Забей. А вот занимать эхо нужно прямо сейчас. Если ты занял хотель. Ты выставил здесь, ну, допустим, поинтов 300. Эти 300 поинтов уже не участвуют в основном бою. Вот, два танка простаивают, ничего не делают. М-84 простаивает. Фихор. Суммарно это дорого. Нева простаивает. А тем временем твоего совестника убивают. Благодаря высокому темпу и успешному наступлению синяя команда получает возможность выставить халявные кашемки. Они больше убили. Они заняли более выгодную позицию. Их никто нигде не пушит. Кашемки фактически для них бесплатные. Сразу же Чарли. Сразу же Гольф. Раскрыть опенинг через одну сивишку с каждого игрока на карте с двойками. Это весьма рискованно. Если вражеская команда решит выставить 4 сивихи на старте и отыграть оборонительно, вы с большой вероятностью не сможете потом набрать себе поинты. На таких картах выгодно развертываться именно масс-сиви. Хотя бы три штуки. Обе стороны тем не менее выбрали открытие с минимальным количеством кашемок. И вот пуш с синей стороны оказался гораздо более успешным. В первую очередь потому, что синие убили красных юнитов, получив преимущество по поинтам. А вот на хотеле боя не произошло. Фактически удар пришелся впустую. Удар впустую это такой же провал, как неудавшийся удар. То есть если бы Пикуда проиграл бой на хотеле, это было бы даже выгоднее, чем вот так стоять, смотреть из кустов на дома. Если бы он проиграл, он бы сражался. Если бы он сражался, он бы кого-нибудь бы убил. А так он никого не убил. Да. Несколько неожиданный мув, конечно же, от Блицвара Грейхаунда, они обычно редко отыгрывают эту карту через наступление. Они предпочитают занимать Браво Эхо. И по всей видимости на это и был расчет. Но синяя команда удивляет, используя нетипичные для себя стратегии. Мой опыт игры с ними, это всегда они дефают Браво, всегда дефают Эхо. А тут вдруг такое. Идет шестая минута игры. В это время уже необходимо наступать на Эхо, прямо вот срочно-срочно. Пока этого нету. Сам по себе хотель ничего не дает. Вот это все можно срезать, все это можно перебить без каких-либо проблем и выдавить с хотеля. А вот с Эхо выдавить гораздо сложнее, к тому же будет больше зон. Что получилось? Красная команда потеряла Индию, синяя команда потеряла хотель. По поинтам в будущем, это один в один. Минус один поинт для синей. Красная команда, минус один поинт для синей команды. Преимущества никакого нет. Но есть сайфовое Браво у синей команды. Чтобы это нивелировать, необходимо развивать свое наступление. Дальше будет тягомотная, нудная позиционка. Ускоряемся. Начинается заход. Заезжают КТшки, заезжают Якори. Конечно же, мало. Всего два юнита, даже при поддержке Шалавандры, этого не хватит. Есть фланговое прикрытие у синей стороны. Есть разведка. Есть танк, который при необходимости может подскочить, поработать по Ягуарам. А вот это уже более серьезный вариант. Если бы эти четыре пехотинца атаковали плюс-минус одновременно, четыре КТХи просто порвали бы Легионов. А так получается, что они просто умирают на Муве. О боже, эти слова-паразиты. Как я их люблю. Синяя команда обладает полнейшим доминированием по поинтов. Плюс 2, плюс 3 Сивихи, плюс Патриот, плюс огромное количество самолетов уже со старта Хорнет. Там еще что-то наверняка есть. Красная команда вынуждена парировать преимущество по поинтам синих. Вытаскивать кашиемку. Но красным сейчас невыгодно кашиемку. Им нужно давить либо на Индию, либо на Эхо. Лучше и там, и там. Наконец-то зашел Крот на Индию. Подходят юниты по одному. Вот здесь два якоря слились, здесь два якоря слились. А у противника много вертов. Настолько много, что итоги уже пустые. Пойнты нужны на атаку. Пойнты нужны на снабжение. И кашиемка красной команде, конечно же, не по карману. Тем более, что синий уже получили преимущество. 119 против одного очка победных. И сейчас красную команду спасает только наступление. Синим уже ничего делать не надо. Они уже победили. Ставится Сивишка на хотели. Это еще минус 160 поинтов. То есть о наступлении просто можно забыть. И получается два вихра, сява, куча пехоты, Нева. Все это просто стоит, охраняет ничего. Такое, конечно же, допускать нельзя. Изначальный план был рассчитан на столкновение на хотели. Этого не произошло. И, по всей видимости, дальнейшего плана не было. Как перестроиться в случае, если не получится получить преимущество на хотели. Продолжает Крот сливаться. Юниты по-прежнему подходят по одному. Ну, так-то не работает. Нужен либо массированный пуш, либо работа артиллерии и авиации минометами. Потом попытки входа по руинам. А тут даже дымы не спасают. Да, Крот заходит в дома. На фланге, по-прежнему, находятся под контролем синего игрока. И дома падут. Тут и танки, и автопушки, и легионы, которые смогут справиться с ДПСной поддержкой. Много пулеметов, много пехоты подъезжает из резерва. Якори так и не доехали. Стэк из четырех пацанов был. Короче, здесь все очень грустно. Что можно было сделать? Ну, во-первых, попытаться пролезть сюда. Можно было попытаться накопиться. Ну, и имело смысл начать отжирать территорию вот с этого вот компаунда. Убить. Это фланг. Убить команда Спара, убить ПТУР. И потихонечку с фланга, обходящим маневром, выходить к патриотам. Выходить к танкам. План, конечно, такой себе. Обычно он не срабатывает, потому что противник тоже подъезжает к этому месту с такой же скоростью, как вы. Как вы. В общем, с той же скоростью, как вы. Но если игрок приехал, если игрок закрепился, посадил Эрикс и посадил ПТУРы, эту позицию можно даже не выбивать. Другой вариант. Еще раз, первый вариант. У нас памятница здесь. Второй вариант. Отжать дальние дома. Третий вариант. Просто сесть в деф, поставить сюда КШМ-ку. Третий вариант, пожалуй, наиболее предпочтительный. А развить свое наступление на Эхо. По-прежнему не работают вихры. Вихры еще и гребли от самолетов. Да. Переключается. Крот вызывает большое количество якорей. Но я боюсь, что момент уже упущен. Хотя. Грейхаунд никак не укреблял Эхо все это время. Но есть масса вертолетов от Грейхаунда. Судя по тому, сколько много еврокорпуса на карте, Грейхаунд практически ничего не терял. Разменивая всегда эффективно. Ну и потери Грейхаунда также незначительны. Несколько самолетов, возможно. Ну и так же по мелочи. То есть, авиационная группировка. То есть, возможности по вызову подкреплению синие команды чудовищные. Я так думаю, что они сидят на 300-400 поинтах в запасе и не парятся ни о чем. Примечательно, что к синей стороне нет артиллерии. Да им и не надо. А вот красная команда вытаскивает артиллерию поздновато. Еще раз. Потерял Индию. Попробовал контратаковать. Понял, что все-таки потерял, что ничего не получится. Укрепился на вот этом рубеже. Вытащил арту, отработал по городу. Зашел посредством своего союзника в дома. К сожалению, случилась небольшая заминка. Команда синяя, она гораздо лучше кооперируется. Гораздо более синергично играет между собой. Дает знать о себе хорошая практика. Еще раз повторюсь, что Грельхаун с Блицваром очень жестко тренились перед началом турнира. Они прямо настроились на победу и шли к ней до конца. Сам по себе турнир грянул внезапно. Никто не ожидал, что так будет. Команд фактически никаких не существовало. Буквально Грот с Пикудой. За счет немножко поигрывали Грельхауна с Блицваром. Очень, очень иногда. Очень мало. И реально успели подготовиться. Вот только они буквально. Ну, смотрим. Прошла атака на Эхо. Атака получилась очень мощная. Очень качественная. Удалось занять дома. И это должно было быть сделано значительно раньше, чем мы видим это здесь. Ну, а теперь из-под креплений как-нибудь потихонечку, помаленечку синими войсками отжимаем лес. Ставим где-нибудь КШМ-ку. Не даем ставить КШМ-ку противнику. Рейнджерами реконим все насквозь. Видим, если красные поставят СВ-шку, убиваем. И потихоньку, помаленьку под прикрытием легкого среднего ДПСа при необходимости даже тяжелых танков возвращаемся в дома. Очень большое преимущество по поинтам у синей команды на текущий момент. Арта в никуда. Работал, естественно, крот по птурам. Но немножко промазал. Бывает. Вся вон открытой местности. Ее светят рифлмены. Ее светит АМХ-10РЦ. Долго она здесь не выстоит. Если у вас не занят этот лес, вы просто под перекрестным просмотром. Враг видит все. Видит вашу КШМ. Видит ваше ПВО. Видит, какого цвета у вас трусы. Без занятий этого леса дома удержать просто невозможно. А сил на занятия леса уже не хватило парням. Очень серьезно вложились и все равно... Да. Вот как-то так. Есть Вихор. Есть Т2 Вилк. Но им уж не хватает прикрытия. Поехать в лес это чистая вода самоубийство. И парни правильно делают, что не едут. А когда серьезно поддержать Слимы город нельзя. Ну и ударами с трех сторон, из леса, с дельты, и еще раз с дельты, очень легко синий вышибают красную команду на контратаке. Ну и по... По ситуации... Так, секунду. По ситуации у синей стороны очень большое преимущество. Я уже не раз договорил, по поинтам. Очень грамотно переключается крот. Вот это была великолепная смена направления удара. Вроде бы на эхо атаковали. Вроде бы там что-то убили, закрепились. И тут же удар на Индию. Синие вызвались все на эхо. А красные уже в другом месте. Прекрасный маневр. Просто шикарно. Еще и КШМ Гукрот в передачу поставил. Вот смотришь при плейе Крота, создается впечатление, что он просто бесконечный. Ему хватило очков, чтобы слиться на Индии. Ему хватило очков, чтобы пропушить, даже занять на какое-то время эхо. И снова здесь огромная армия. Просто огромная. Но, к сожалению, едет Абрамс. Ну и верты. Верты. На ПВО денег уже не хватает. Верты, самолеты. Все это будет убито через воздух. Охрененно своевременный лонгбой. Я не знаю, это случайно вышло, или Грейхаунд понимает, что у красной команды нет ПВО. Все свои поинты они вкладывают в атаки. Снова и снова и снова. По воздуху все очень бедно. У красных по вертолетам минималка, а вот ПВО уже нету. Ну и великолепный пуш на хотели. Тремя юнитами. Да, три рифлмена и пачка онтасов могут выбить хотель, если вы слились на атаке эхо. Да, они и так могли бы это сделать. При поддержке авиации. Итого. Индия будет удержана синей командой. Тут очень много юнитов. Очень много более эффективных юнитов, чем у красной стороны. Здесь два игрока играют. Еще раз. Крот тут один. А синий вдвоем. Тут Грейхаунд и Блицвар. Прекрасная командная работа. Не могу сказать, что пуш на хотели был какой-то мега сильный. Но он пришелся по таймингу. Когда красная группировка погибла. И вот Лангбой уже тратит весь свой боезапас. Сложно представить, сколько он всего нарезал. Танков, КШМ, транспорта. И его потеря после того, как он стрелял весь боезапас уже ни на что не влияет. Он уже себя окупил. Хороший контрудар. Ну как хороший. Тоже очень своевременный от Пикуды. Но, боюсь, время потеряно. КШМ упала. Синяя сторона качает плюс один. И вот эта позиция, она очень ненадежна. Если у синих есть фугасная арта, эта КШМ будет убита. Забегая вперед, скажу, что у синих нет арты. По крайней мере, они ее не вытащат в этой игре. Я уже про эту карту неоднократно высказывался. Эта карта первого удара. Выигрывает та команда, у которой получится первый удар. В дальнейшем позиционку переиграть очень сложно. Будут качели, будут отдаваться, забираться территории. Но если ты со старта занял зону, разбил противника при этом, восстановиться крайне сложно. Крайне трудно зайти на Индию, если ты потерял всю армию на развертывании. Крайне трудно вернуть эхо, если ты потерял всю армию на развертывании. Очень сложно занять хотель, если ты потерял всю армию на развертывании. И карта играется двумя способами. Либо это позиционка, когда ты играешь качели. Может, выиграешь, может, не выиграешь. Весьма рандомная херня. Противник играет те же самые качели. Многое зависит от микро Многое зависит от понимания ситуации Можно выиграть, можно проиграть А вот вариант с быстрым пушем С уничтожением первоначальной группировки противника Это всегда выигрышный вариант Конечно, если вы Не бьете в пустоту Выкатывается сивишка на хотель И, пожалуй, это конец Не осталось никаких юнитов У Пикуды Один Вихор Один в поле, он не воин И Индию так и не получилось занять Технически Блицвар может выбивать эту зону У него есть вертолеты У него есть здесь какие-то танки Три АМХ, они хрена себе какие-то Но зачем? Ему это не надо Он стоит Кошемка на месте Плюс 2 у команды есть Это самоубийство На это внимание обращать не стоит Попытка проехать на лоха А вдруг там пусто? А не пусто здесь Потому что Синие вызывали сюда Огромное количество юнитов Для отражения атаки Большая часть Так тут и осталась Пикуда конечно Блин Просто молодец Пришел Разломал Всю оборону Убил Кошемку Каким-то пулеметиком Притащил Поставил свою Но осталось 3 минуты И нужно набрать 100 поинтов При том, что вы В нуле Да Очень классную игру показывают Блицвард с Грейхаунгом Они прямо Прямо хорошо Кооперируются Постоянно помогают Друг другу Выбирают Неожиданные тактики Опять же опыт игры У нас с ними Весьма большое Они никогда так не играют И вдруг Выдают такое Игра получилась Неоднозначной С одной стороны Какие-то совершенно Бешеные атаки Крота Которые берут Неберущиеся позиции Постоянные качели Хотели Из рук в руки Переходят На Индии борьба На эхо заходят А с другой стороны Реально это все было решено Когда упала Индия Потеря Индии С невозможностью Вернуть В 90% случаев Ведет к поражению То же самое Потеря Браво Со старта Потеря Сеха Потеря Индии Три ключевые точки Которые Если взять их со старта Приводят к победе Ладно Давайте на этом заканчивать Турнир Будет Вернее Финал турнира Будет Когда Не знаю Скорее всего Крайне Крайне Нескоро Ну это все Кто смотрел Спасибо Все свободны Спасибо за субтитры